Мухтар Аблязов Власть расправилась с лидерами ДВК жестко. И Мухтар Аблязов, и Галымжан Жакьянов были брошены в тюрьму, где прошли, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Как обращаются с заключенными в казахстанских тюрьмах, как пытают и превращают в рабов, политик рассказал в новом интервью нашему телеканалу. Вы же были и на красной зоне, и на черной зоне. Как ваши ощущения? Я тогда очень плохо понимал, что такое красная и черная зона. Это я позже разобрался. Ну, конечно, до самого периода времени. Вы сначала куда попали? Я попал в черную зону, где фактически руководили представители от заключенных, или, как они говорили, от воровского мира. Назначались там смотрящие, руководители. И по всем правилам, по понятиям так называемого этого мира, я был красный. Почему? Потому что я был министром, который подписывал те или иные решения, которые реально влияли на судьбы, скажем, этого мира. Я был их противник. И поэтому, по всей логике событий, я человек, который работал на государственной службе, ну, это и, насколько я понимаю, у нас регулируется законодательством, я должен был попасть в красную зону, где бывший работник государственной службы содержится. А меня специально перебросили туда. То есть, это было специально, да? Да, я так думаю, что предполагалось, что представители, скажем, этого мира расправятся со мной, как, скажем, я человек был представитель красной зоны, красный мир. Но так получилось, что в первый день, когда я попал в черную зону, я сразу же объявил голодовку. Я для себя решил, что я путь избрал, я ни с чем, с тем, что меня эта жизнь сопровождает, не должен соглашаться. Я должен так же продолжать бороться, как на свободе, я должен так же себя вести, но уже в тюрьме. Поэтому, в рамках того, что я понимал, я сразу объявил голодовку. И выяснилось потом, что это каким-то образом повлияло на мое отношение ко мне со стороны так называемого воровского мира. Потому что я боролся вроде против режима, я должен был с ними сотрудничать, потому что человек красный, так называемый, он всегда сотрудничает с режимом, с администрацией. А тут я выразил свой протез. Для них это было очень странно, и поэтому они поняли, что я не красный, оказывается, я против. Собственно, это привело к тому, что это было 3 августа 2002 года. Наша политическая верхушка была в отпуске. И, судя по всему, команда, как встречать, четко не была сформирована. И поэтому руководство зоны, она была в растернице, она не знала, что делать. Они понимали, что пристальное внимание общества, депутаты, журналисты, и слышали все весь этот накал. Но это происходило не там, у них, в Астане. Все-таки они считали, что они провинция. И поэтому последовательно появился начальник самой зоны, хозяин, как они называют, потом областное начальство. И все мне убеждали, что мне обязательно доесть, что я не имею права это делать. И вообще, почему я это делаю. А что вы требовали? Знаете, ну что может человек требовать? Я говорил, создайте мне нормальные условия, как у вас написано в законе. Ну, потому что я пришел, мне поселили в камеру, где было все разрушено. Там не было ни туалетов рядом, ничего. Там какая-то кривая кровать, окна разбитые, там влажное, все, что там лежало на кровати, там на ней. Все было влажное, мокрое. Обычная казахстанская тюрьма? Да, обычная, да. И я для себя решил, что я ничего этого не должен принимать. Если я сейчас приму, я буду политически, духовно и морально сломлен. Если завтра я даже выйду на свободу, то сломлен человек никому не нужен. В первую очередь, самому себе никому не нужен. Поэтому, исходя из этого, я, собственно, и объявил голодовку. Решил, что если я погибну, то лучше я так погибну. Но это не приму. Ну, собственно, так получилось, что это вызвало симпатии со стороны этого городского мира. И когда меня, скажем, завели в санчасть, собралась там вся их верхушка. Такая первая встреча была ознакомительная. А сколько их было? Ну, я сейчас точно цифру не могу сказать, но их около 10 человек тогда зашло. И там был их самый главный. И все собрались. И начали выяснять, типа, брат, ты как ты у нас здесь появился. Разговор по понятию, да? Да, да. Но я очень быстро вжился в эту черную зону и в красную тоже. Но как-то со стороны одного заключенного был задан мне вопрос. Слушай, ты же вроде был министр, а как ты так вот сходишь с нами тут, стираешь там все, там все так делаешь. Ты ничем не отличаешь, чем мы. На что я говорю, слушай, я всегда жил в таких условиях. Я жил в селе, там не было особо условий. Мы работали на хлопки круглые сутки. Там половину учебного года мы проводили на сельхозработах. И вообще эти жил и так далее. Вот это все так называемое. Или в Астану, когда мы приехали, жили там в гостинице, там как-то несколько человек. Поэтому все эти атрибуты так называемые, они, безусловно, присутствовали и присутствуют. Но я их воспринимаю, вот они есть сегодня, завтра их нет. К этому спокойно отношусь. И все, что ты делаешь, я сам умею делать. Поэтому для них это, конечно, было странно. Им казалось, что министр это человек, который за него все делает. Поэтому, в общем-то, я быстро интегрировался в эту черную зону, стал своим. Ну и где-то вчера, после-позже, меня власть обвиняла в том, что я не только свой, но я еще лидер этого воровского мира. Что я преступник. Вчера был на воле, а сегодня преступник среди преступников. Потому что они меня приняли. Они не ожидали, что, скажем, этот мир меня примет. И я буду, скажем, влиять на решение даже воровского мира. Ну а не, как влиять там? Знаете, очень простые вещи. Это условия жизни, это питание, это если кого-то картер незаконно поместили, если там не найти работу, направляют. И в этом смысле было влияние. Это никакое другое влияние. Именно простое, связанное с нахождением заключенных в тюрьме. Почему вас перевели в другую зону? Дело в том, что в первой зоне у меня были телефоны. Мне удалось, вот в летний период, я понимал, что осенью будет обострение. Поэтому я протащил телефоны, там, Турайет, Сотовый, такие разные. Могу было, спрятал в разных местах. И фактически оттуда влиял на принятие решений со стороны лидеров оппозиции. Со мной шли постоянные консультации. Конечно, эти разговоры, они власть, собственно, сама вылавливала. Шли обыски, постоянно там заходили батальоны или рота солдат, штыками обыски делали, землю рыли. Но, в общем, все было надежно спрятано. И власть беспокоила, что я нахожусь в тюрьме и продолжаю руководить оппозицией. Это первое. Второе, то есть я представлял даже там для них опасность. Второе, что сами заключенные, которые они ожидали, что меня будут преследовать, неожиданно стали моими сторонниками. Более того, там очень интересные вещи происходили. Там агитационная кампания была против меня. Власть там издала книжку, что Мухтар Аблязов, финансовый там мошенник. То есть это они в тюрьме распространяли? Они распространяли эти книжки. В тюрьме? В тюрьме, да. Вот в зоне везде. Листовки, что я такой нехороший. Это передача на НТВ имеет такого, так сказать, да? Да, конечно. Это все происходило на площадке этой зоны. Но они не учитывали психологию людей. Там меня обменяли в краже 500 миллионов тенге. Это приблизительно около 3 миллионов долларов. И ко мне приходили заключенные, которые уже, ну понимаете, по профессии воры. И говорили, братан, слушай, я тут украл-то, не знаю, 500 долларов, да? И мне дали 8 лет. А ты, оказывается, миллионы украл? Ты крутой. Поэтому вот эта агитационная компания, которая проводила власть уже на территории тюрьмы, она была очень классной, как сюрреализм опять же. На территории зоны она была очень смешна. То есть они пытались настроить против меня, а люди говорят, «О, так ты больше нас украл, так ты вообще герой». То есть то, что на воле плохо, там считалось хорошо, поэтому в их понимании я опять встал. То есть они ни пиаровцы не просчитали. Да, они ценности многих людей не просчитали. Поэтому, скажем, не достигли цели, чтобы меня убили в зоне. И поэтому, я так понимаю, было принято решение меня выкрасть с этой тюрьмы и перебросить в зону для особо опасных преступников. Почему выкрасть? Перевести или… А потому что для того, чтобы человека перевести, все равно нужны какие-то юридические, скажем, объяснения. То есть меня сначала разместили в штрафной изолятор, где я тоже объявил голодовку сразу. Это когда вам объявили о переводе, да? Меня не объявили, меня просто взяли, просто перебросили в штрафной изолятор. Но при этом заводили ко мне некоторых заключенных, зэков, которые угрожали мне и говорили, что мне нужно покинуть эту зону, уехать в другое место, что из-за меня у них проблемы, что внутри зоны какие-то проблемы существуют, давление оказывается, что я должен отсюда уехать в другую зону. То есть законных оснований не было, а пытались всякими такими способами перевести? Чтобы добровольно ушли, да? Да. Но я, понятно, отказывался, и угрозы не действовали. Затем на девятые сутки голодовки, видишь, что я ослаб, вроде как бы, да? Я требовал меня перевести в зону обратно. Тут они разыграли провокацию, меня вывели со штрафного изолятора, и около 10 охранников меня вот так вот обложило, начал охранять. И у всех лица были очень озабоченные и напряженные. Я шел и пошучивал, говорю, что за честь такое событие, столько людей охраняют меня. Вот, а что это вы меня так охраняете? Впереди я увидел человек 50 заключенных, потом около санчасти какие-то странные перемещения некоторых авторитетов, которые со мной были в напряженных отношениях, которые считали, что я влияю на массу не так, как они хотели бы, товаровские авторитеты. То есть там у меня, к сожалению, были конфликты, да. Вообще надо знать, что санчасть считается священным местом, и там не должно быть конфликтов, никаких драк, все прочее. Это правило вот этого воровского мира. А я шел в сторону санчасти. И тут, значит, не доходя до территории санчасти, значит, я вижу какие-то перемещения и вижу, что-то готовится. В это время эта колонна резко раздвигается, забегает в этот момент один из авторитетов, халмет его звали, наносит мне несколько ударов в лицо, уходит, колонна закрывается. Человек 50 начинает надвигаться на охраняющих контролеров и топает ногами, кричит, изображает, что они сейчас нападают. Меня здесь поднимает вверх. Напоминает такой театральный сыгрок? Театральная постановка, и вроде бегут, эти заключенные кричат, что они на меня нападут, сейчас убьют. Меня обратно забрасывают в изолятор, и потом пишут бумагу, что его жизни угрожает опасность, и в соответствии с статьей закона какой-то, его нужно перебросить в другую зону. Ну и ночью там несколько человек заходит, спецэтап, такие здоровые по два метра мужики, мне не дают одеваться, сами одевают меня, там вообще руки все время держат. И когда я вышел, это была зима, это было 27 декабря 2002 года. На улице лежали автоматчики, маскалатых белых, и я слышал, как там с той стороны, где находилась сама зона, огромное количество людей штурмуют, ломают стену. То есть они пытались меня вызволить и перетащить обратно в зону. То есть там, скажем, заключенные понимали, что меня увозят из зоны. Собственно, таким образом меня вывезли, и насколько я знаю, после моего отъезда ввели войска, и фактически эту зону ломали. Как говорят на том наречии, превратили его из черной в красную, то есть она попала под контроль администрации. Получается, вас арестовали 27 марта, потом, значит, был суд, вы прибыли в черную зону, вы прибыли когда, получается? Это у меня 3 августа. 3 августа вы прибыли в черную зону, потом вас перевели зимой в... И 3 января 2003 года я попал в Державинку. В Державинку, это была красная зона. Это красная зона, это считалось место, где фактически убивают заключенных. Вы не можете чуть более подробно рассказать, как вы были у Державинки? Ну, меня везли в поезде, и надо сказать, что тоже было очень интересно. Интересно, в каком смысле, что меня охраняло где-то человек 12, как мне люди говорили, которые меня охраняют, что там два полковника из МВД говорили, что я суперопасный преступник, что со мной вообще нельзя разговаривать, что если какое-то время поговорить, он сразу как бы гипнотизирует. И переводит свою веру, и в общем, меня везли в отдельном закрутке, такая специально оборудованная камера, в соседней сидели другие заключенные, где-то по 4, где по 8 человек. И, в общем-то, один из сопровождающих офицеров сказал, «Слушай, тут ты, говорят, гипнотизируешь людей, никогда не знал, что, точнее, не видел гипнотизеров, могу я с тобой поговорить?» Ну, я посмеялся, говорю, что «Слушай, сейчас я за тебя загипнотизирую, и потом что будешь делать?» Но, тем не менее, ему было интересно, и вот он сел, со мной разговаривал, пока мы ехали от Астаны до Державинки, мы с ним разговаривали, и он мне рассказывал, как они здесь заключенных везут, какие события происходят, как вот при переезде убивают людей, что обычно открывают все камеры, значит, в этом купе уходят сопровождающие, и там происходят таким образом драки, убийства, и в дороге убили они, что называется, что тебя мы будем охранять. Ну, и получилось так, что я просто рассказал, что было, и, конечно, я говорил какие-то простые вещи, которые понятны каждому человеку, рассказывал о преступлении к режиму, и через какое-то время он, по сути дела, стал сочувствующим, я над ним еще посмеял, сказал, «Ну, видишь, я тебя загипнотизирую». Да, и мне потом уже сами заключенные рассказывали, он, оказывается, заходил в каждую камеру и говорил, «Я знаю, что за зона эта Державинка, я знаю там, как себя многие ведут, я вас предупреждаю, что когда вы будете обратно ехать, если я узнаю, что вы каким-то образом к нему применяли какие-то меры физического воздействия или как-то там на него оказывают давление, я вас здесь всех поубиваю». Вот приблизительно такой разговор, это мне рассказали заключенные потом уже в зоне, когда я был, я не ожидал, что вот он такой решительный окажется. А Державинку, значит, процедура следующая, вас перегружают в автозак, потом привозят в зону, и по дороге, значит, мы все понимали, куда мы едем, и заключенные были сильно взволнованы, и когда один из заключенных спросил сопровождающих наших там охранников, ну, мы когда приедем, куда мы едем, и он такие фразы, такую фразу произнес, «Добро пожаловать в ад», и Гомерийский смеялся, «Вы сейчас увидите, куда вы приехали». Вот, ну и правила там следующие, когда человек выходит из автозака, то, значит, обычно стоит колонна самих заключенных с двух сторон, и когда заключенный выходит из машины, он должен пробегать мимо этой колонны, его начинают бить цепями, там, арматурой, там, все прочее. И, что называется, кто успел, проскочил, кто не успел, там, его добивают, там, в каком состоянии, потом попадает в санчасть, его там приводят в порядок, полуускалеченного, потом он выходит, собственно, в самую зону. Но когда я попал туда, этого не было, значит, единственное, что везде горели прожектора, собаки, вот, все вооруженные, автоматчики, ну, то есть стандартный концлагерь, если вот сейчас посмотришь фильмы сталинского режима, они именно такие. Потом нас повели в так называемую баню, где нагло обливали так называемым дустом, нагло брили и дали тоненькое, летнее, знаете, такое черное строительное робо, тоненькое, обычное. На улице был градус 35 градусов мороза, нас моклыми выставили в колонну. Вот, и я обычно страдаю каким-то, именно, простудными заболеваниями. Ну, да, и спасибо, что вот, несмотря на простудные заболеваниями сегодня... Да, и удивительно, что вот я там ни разу не заболел. Туналос обритый, легкое ГБ, кирзовое сапога, 35 градусов мороза, никакой там одежды другой нет, как ни странно, я вот там не заболел. А затем попадает заключенный в карантин, и здесь начинает применять те способы здесь, которые, судя по всему, были разработаны еще давно, в сталинский период. А именно, говорят заключенному, что он подписал соглашение о сотрудничестве. Это бумажка вроде, но там, в связи с тем, что в основном эти люди попадают из черных зон, это в том мире считается, что это неправильно. У нас такая странная ситуация, вы видите, из каких ситуаций, когда... Да, везде все время нужно что-то подписывать, да, бумажку. То есть, как договор с дьяволом, да? Да, я все время посмеивался над зэками, которые из черных зон, он говорил, ну, это же бумажка, ну, подпиши, скажи, держу в кармане фигу, в конце концов. Вот, но и те, кто не подписывает, то обычно сразу там физически сбивает, ломает руки, ноги, там человек теряет помысл, какое-то разумное состояние. Вот, это первый, скажем, день зоны, скажем, избиения происходили, то есть, все вокруг меня создавали, то есть, что запугивание... А вам давали такую же бумагу подписывать? Нет, я ничего не помню, чтобы я подписывал, просто вокруг меня всех били, топтали, ломали, и я вот процесс включался, отбивал их. То есть, я так понимал, четко понимал, что это сценарий специально, чтобы на меня запугать, оказать воздействие. То есть, больше морального, да, пока был, да? Сначала, да. Затем собиралась колонна, и, значит, меня вывели на показ, сказали, вот, видите, он такой негодяй, он, значит, управлял зонами, это вообще беспредельщик, и вот из-за него будет сейчас всех страдать. Всех положили на пол, сжимались, били их палками. В общем, я все это наблюдал, все происходило на моих глазах. Это фактически настраивали заключение против меня, чтобы они, заключенных, чтобы они меня ненавидели, что вот всех страдать не из-за меня. Вот, ну, и я, конечно, там, и там тоже не успокаивался. Хотя, в тот момент я для себя принял решение, что я буду договариваться, я буду выходить из тюрьмы. Я просто понял, что, скажем, процесс затянулся. Никак мы не могли, я, в частности, не мог дождаться, чтобы, скажем, какие-то протестные настроения набрали такую силу, чтобы это привело к нашей свободе. Вот, скажем, это, наверное, было, скажем, недооценкой. В полной мере событий. То есть, ощущение того, что если вы сидите, то это бесполезно в какой-то... Да, я уже понимал, что, наверное, надо выходить, находить какие-то компромиссы, такие шаги, которые позволили бы мне выйти на свободу и уже, скажем, в другой ситуации, по-другому бороться с этим режимом. Ну, и потом уже по ходу выяснилось, что одного человека, который активно избивали, это был мой киллер, впоследствии он мне признался. И он мне рассказал, что комитетчиком был разработан такой сценарий, зная мой психологический портрет, а именно то, что обостренное чувство справедливости, вот, что я на все это все реагирую. Этого человека все время избивали, я все время, скажем, за него вступался. Вот, и, ну, ты, когда с человеком так себя ведешь, в какой-то момент ты проникаешься к нему сочувствием, он становится тебе близок, и таким образом мне подсадили агента, вот, который должен был, как выяснилось, впоследствии по приказу меня ликвидировать. А в связи с тем, что я в тот момент объявил, что я готов идти на переговоры, что вызвало там шок, скажем, у руководителей справедливой системы, потому что вчера они имели со мной проблемы, там массовые беспорядки в первой зоне, и все время там какие-то акции про тесты шли, там я был очень беспокойный заключенный. Вот, а тут неожиданный человек объявил, хорошо, давайте договариваться. Вот, и, а эта зона была построена следующим образом. Обычно давали кусок хлеба и кипяток на еду, больше практически ничего. Во всяком случае, тот период до того, как... Это раз в день, да, или... Нет, это было три раза в день, но именно вот такой кусочек хлеба и кипяток, там никакой там заварки ничего не было. Вот, но с моим приходом там все начало меняться, потому что они понимали, что... Информация расходится. Информация расходится, и, ну, ясно, что все это, если до этого по стандартам должно было быть, значит, ее не было, потому что воровала администрация. В первой зоне тоже мне начальник зоны, Шевчук, жаловался. То есть начальник зоны жаловался вам? Мне говорил, ну, слушай, я сюда пришел, начальником стал, у меня каждый месяц нужно по две тысячи долларов отдавать вверх, а теперь как я отдам? Ты поставил контроль, сахар я тут не могу утащить, еду не могу утащить, потому что я поставил весы, поставил контролеров. А как вы поставили? Ну, там, ну, как потребовали, и там, ну, как на кухне, всегда есть весы. Поэтому сахар приходит, мы взвешиваем, там, столько-то килограмм нет, хлеб-норма такая-то, нету. Ну, мы... Ну, ты с ним не молчали, да? Да, мы там их администрация сажали, он мне сказал, слушай, я теперь из своих денег отдаю, я же пришел сюда зарабатывать, а тут, получается, ты мне все перекрыл. Никакого бизнеса? Да, бизнеса нет, ничего нет. Я говорю, ну, что я могу сделать? Вот, иначе не туда попал. Вот, и ясно, что, когда я попал во вторую красную зону, все продукты, которые отсутствовали, они просто воровались, администрация продавались куда-то. Ничего не было. Вот, ну, и обычно правила были такие, что в 4 утра заключенный прекращает работу, в 6 утра, то есть им 2 часа давали спать, и в 6 утра там снова вставали. Эти были не люди, это были роботы, как со мной наоборот ходили. То есть они спали 2 часа? 2 часа в сутки, каждый день избиение, там яму роет человек, попал в яму, через 15 минут поднялся, и били сами же заключенные, активисты с красными повязками. Он поднимается, его бьют палкой, били-били, потом спускается вниз, он опять копает, поднимается вверх, его опять бьют, и 2 часа в сутки. То есть полностью... Да, то есть фактически это концлагерь, где постоянные пытки. Один взгляд в сторону забора, это называется попытка бегству, подготовка бегству. Тебе здесь нашивку вешают, это значит на языке этой системы говорить склонный побегу. Склонный побегу, это что значит? Каждые 2 часа ты должен ходить, отмечаться дежурный помощник в начальной колонии, как называли ДПНК. И говорит, я такой-то не убежал здесь. Но днем это ладно, а человек ночью ложится спать, например, это уже 2 часа в сутки, если спить ладно, когда потом уже нормальный режим вели, каждые 2 часа приходят, его поднимают, он идет просписывается, потом ложится спать, его опять поднимают, и так каждые 2 часа. Это вот таким образом. Получается, с вашим приходом они потом вели нормальный режим сна? Не сразу. Ну, вот я буквально первые дни на моих глазах 2 человека погибли, один повесился на майке в туалете от безысходности, от этих пыток, просто на майке повесился. Вот. И начальник зоны мне Ахметов он так объяснял, понимаешь? Мы тебя вот... Как раз были какие-то личные встречи? Нет, он... Ну, для него был интересен, там спецзаключенные, все время звонят из Астаны, там все время внимание, и он, значит, со мной проводил беседу, и говорю, слушай, твоя жизнь для нас вообще ничего не стоит. Нам вот матрас сложно списать, потому что матрас, чтобы списать, это комиссия, это акт, это все, покажи этот матрас, там, где он порвался, и так далее, такая проблема. Человека списать, это вообще не вопрос. Мы, скажем, попытка бегства, или тебя возьмут в зэке, там, вверх бросить несколько раз на плацу, ты инвалидом стал, или там, пытался якобы убежать, мы тебя там подвесили, там, застрелили, и сказали, при попытке бегства через стенку. Это была образцово-показательная зона, была специально сделана, как со мной один сидел человек, общий стаж у него был 23 года, он сидел практически во всех самых страшных тюрьмах Советского Союза. И я у него спросил, слушай, а эта тюрьма какая, на твой взгляд, он говорит, те были лютые, а это, говорит, спецлютые. Я, говорит, такого никогда не видел. Вот. Ну, и в связи с тем, что как-то мне, опять же, даже в тех условиях удавалось как-то с людьми работать, и было серии выступлений, протесты, самопорезы людей, потом депутаты наезжали, условия начали быстро меняться, там воды у нас не было, вода появилась, там люди, если утром не побреются, дают один станок на 50 человек, там спит, не спит, никого не волнует, если ты не побрит, и там тебя отводят, бьют. А воды нет, это твои проблемы, мало что воды нету, воды нет никакой, вот это твои проблемы, бьют. Не так посмотрел, значит, укладывает человек, и говорит, ползи, и он ползет, и в это время его дубинки бьют по голове, по шее, он окровавленный ползает, или дальше развлекались, там небольшая комната, все забежали туда, там 120 человек, максимум может зайти, там, я не знаю, если плотно забиться, там, не знаю, 50 человек, залезают туда 120, все друг на друга, вот так штабелями ложатся, кто не успел, его вытаскивают, бьют, ломают руки, ноги, и так далее. Вот это все это время было такое, потом, скажем, меня как они избивали, тоже задали ситуацию, меня там группа активистов окружила, значит, сначала избивали заключенных, ставили на колени, их били, ломали руки, ноги, и они и говорили, вот это все за Мухтарка Булыча, и все хором говорили, Мухтарка Булыч, спаси нас, умоляли, вот, затем, у меня очки не снимать, все нежно, аккуратно, вот, ну, человека там, как бы распяли, бьют ногами, и там еще чем-то так, чтобы, не было следов, явных следов не было, ну, поэтому черно, тело потом просто чернеет полностью, а потом берут за ноги, подбрасывают в воздух, ты падаешь, потом и кидают, кидают, фактически ты теряешь способность двигаться, вот, у меня был достаточно дитя период в зоне, когда я не был в состоянии даже ходить, просто даже с кровати встать было невозможно, я двигался ползком, параллельно шел процесс переговоров, приезжали сотрудники комитета национальной безопасности, специально оборудовали помещение, а кто приезжал, если вот, приезжали там все высокопоставленные лица, включая представителей комитета национальной безопасности, 8 мая 2003 года, когда уже договоренности состоялись, приезжал представитель комитета национальной безопасности, и это была последняя встреча перед выходом на волю. А вы с каким настроением решили, что вы будете делать, как вы для себя это... Знаете как, на самом деле, у меня было в жизни два, вот в этот период жизни, ключевых решений. Первое, сесть в тюрьму, второе, выйти. И оба раза нужно было принять решение. Я могу сказать, что когда я принимал решение, что я добровольно сажусь в тюрьму, она мне давалась сложно, но это, скажем, я это решение принял относительно безболезненно. Но решение выйти из тюрьмы путем переговоров, для меня это было более сложное. Я испытывал, я скажу таки, страдания, огромные страдания. Я понимал, что если я это не сделаю, я все равно здесь погибну. И моя жизнь, я считал, будет, ну вот, в этой услуге будет бессмысленна. И моя смерть будет бессмысленна. Поэтому, когда я принимал решение выйти из тюрьмы, оно для меня было более сложным, в принципе, в частности, принять решение, и более мучительным, более трудным. То есть, казалось бы, да, ты принимаешь решение и быстро выходишь из тюрьмы. А для меня это я понимал, что это издержки будет обвинение, что я предал политическую позицию, что я оказался непоследователем, что, собственно, дальше и было, да. Но я считаю, что я принял правильное решение, и время показало, подтвердило это. Поэтому, как ни странно, выйти из тюрьмы сложнее, чем сесть. Я считаю, что в тот момент я принял для себя ключевое решение. Я считаю, что я вырос в этой стране, я гражданин Казахстана, и я считаю, что существующий режим несправедливый, он мучает людей, он не дает будущего нации, он не дает будущее стране. Я для себя понял, что я должен выйти и изменить этот режим. И ты, когда это решение принимаешь, и ты понимаешь, какие шаги ты должен преодолеть ради этой цели, ты готов на любые страдания, какого-то не было, морального или физического воздействия, и поэтому во второй зоне я уже был полон решимости выйти из зоны для того, чтобы бороться с режимом. И все, что я не делал далее, да, я делал бизнес, я зарабатывал деньги, я поддерживал скрытные тайны оппозиции, теперь я это могу сказать, но я делал только для того, что и буду делать для того, чтобы изменить режим, и чтобы страна изменилась, и у страны было будущее. Я буду за это бороться всегда. Спасибо, Махтар Кавлович. Махтар Кавлович. Продолжение следует...